Похоже, что мечта острова Невезиния практически исполнилась в правительстве Республики Башкортостан. Им удалось отменить понедельники, и теперь уже вторую неделю подряд оперативные совещания проходят по вторникам. Заседание правительства Хабиров начал с дефирамбов в адрес отсутствующего Андрея Назарова. Радифаритович напрямую заявил, что только ему, Назарову, в правительстве он решается поручить действительно важные задачи, например, строительство межвузовского кампуса. Хабиров напомнил, что уже к концу 2023 года синяя бочка на улице Закива-Леди будет сдана в эксплуатацию, и по ней забегают счастливые ректоры и профессоры. Где-то в кустах, недалеко, пустили слезу умиления Игорь Стрижнев и Саша Сидиакин. Главные выгодоприобретатели от покупки государством этого весьма сомнительного актива. Хабиров перешел к любимым покупкам. На прошлой неделе шопинг главы республики ознаменовался приобретением 30 туристических автобусов повышенной комфортности. Эти автобусы переданы Башкир автотрансу для того, чтобы перевозить участников бесчисленных форумов и праздников, которые не прекращаются на территории нашей республики. Хабиров добавил, цитирую, что «еще 30-50 автобусов купим и угомонимся». Ну, тут у меня большие сомнения. Понятно, что подобное рвение при покупке крупных партий китайских автобусов имеет под собой не только желание обеспечить транспортом этих участников форум, но и вполне себе неплатонические интересы. Общеизвестно, что покупка больших партий автобусов и автомобилей всегда оборачивается очень щедрыми и жирными откатами. Ну и, конечно же, во вступительной части оперативного совещания поговорили о форуме «Россия» в Москве, который прошел в День народного единства 4 ноября. Правда, на него не приехал Путин. Очень ждали, но не приехал. Тем не менее, Хабиров назвал этот форум поражающим воображением. Естественно, был запущен ролик, в котором, впрочем, все было как обычно. Лисьи шапки, мед, кумыз, курай. Но было и новшество. Был и Дельбаев космонавт. Нарядившись некое подобие космического скафандра, хватая друг друга за бока, члены башкирского правительства танцевали какой-то то ли танец, то ли марш под звуки Курая. Они носились там в этих белоснежных скафандрах. Ну, тут, как говорится, и Ленин сел в том стихотворении. Ошламленным москвичам господин Идельбаев явил чудо превращения бортьевого пчеловода в астронавта. В общем-то, известно, что если совсем не о чем говорить, если совсем не о чем гордиться, и не понимаешь, что дальше, ну, можно поговорить про космос, например. Во-первых, никто не обидится, во-вторых, никто не поймет. Ну, так и поступили. На самом деле, весьма скромный по размерам всего 124 метра квадратных стенд Башкортостана был исполнен в виде космического корабля, внезапно приземлившегося на ВДНХ. В связи с чем было заявлено, что Республика Башкортостан наиболее футуристический регион Российской Федерации. Ну, спорное заявление, однако, на этом не остановились. Заявили о том, что Республика Башкортостан на данный момент проходит путь от кочевников до беспилотников. Это была цитата. Ну, собственно, вот за этот тезис про путь от кочевников до беспилотников стоит зацепиться, несмотря на очевидную шизофреничность этого высказывания. Лучше уж тогда регионам пускай никто не управляет, и пускай он движется в беспилотном режиме, чем им будет управлять вот эта вот безумная на данный момент команда Хабирова. Вот тут, конечно, они оговорились по Фрейду. Действительно, ну, лучше ничего, чем вот это. Хочу напомнить нашим подписчикам и зрителям, что существование канала «Открытая политика» возможно исключительно по вашей воле и по вашему желанию. Я говорю о том, что необходимо помогать нашему каналу материально. Мы публикуем расчетный счет в каждом видео и в описании под каждым видео. И заранее благодарны всем, кто помогает нашему каналу, понимая, что честная и объективная информация в наше время – это очень важно. Далее перешли к текущим вопросам. Сменившая прическу и окраску Ирина Голованова доложила, что в Уфе за минувшую неделю произошло две аварии с продолжительностью отключения ресурсов более 8 часов и 21 авария с отключением коммунальных ресурсов менее чем на 8 часов. Эти аварии охватили 88 многоквартирных домов. Хабиров внезапно устроил некую перекличку с места с Морзаевым и задал ему каверзный вопрос. А мы как насчет отопления договаривались, Алан Викторович? Алан Викторович с места бодренько заявил, договаривались, дескать, что 100% подадим во все 100% домов. Хабиров не удовлетворился таким ответом и потребовал вывести на видеосвязь Сергея Кожевникова, первого зама мэра Уфы, отвечающего за ЖКХ. Допросил Кожевникова, почему так плохо работа организована? Не должным образом, говорит Радий Фаридович, организована работа. Максимум жалоб на отопление поступает из Орджоникидзовского района. Сядьте там с головой, закрывайте этот вопрос. Что будем делать, когда морозы придут? Прозорливо спросил Хабиров. Кожевников, понятное дело, кивал головой, прикладывал руку к сердцу и уверял, что сейчас он как сядет только с главой Орджоникидзовского района, как подадут они только тепло в дома. Тут Морзаев, прямо скажем, неосторожно вставил свои 5 копеек. Заявил, что паспорта к готовности на все МКД уже получены, и получены они в срок, на что Радий Фаридович резонно заявил. Алан Викторович, бьют не по паспорту. Абсолютно резонное заявление. Действительно, судя по всему, получение вот этих самых фельдкиных грамот под названием паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону в мэрии Уфы поставлен на поток. Бумажки рисовать умеем, а отопления нет. Ну, на самом деле, это очень важный момент. То есть, вот эта вся формалистика, которую они придумали вокруг подготовки к отопительному сезону, она потихонечку сползает в мусорный контейнер. И еще показательно, что Хабиров не стал драть по этим вопросам Мавлиева, а почему-то начал докапываться до зама мэра. Ну, так скоро Мавлиев вообще уйдет на задний план, а Хабиров будет распекать какого-нибудь постового милиционера на входе в мэрию Уфы. Разобравшись с ЖКХ, беру слово «разобравшись» в кавычки, Хабиров перешел к вопросам дорог. Ну, или аварийности на дорогах. Александр Владимирович Колебанов сообщил, что количество ДТП на минувшей неделе было в пределах нормы, 62, пострадало в них 76 человек и погибло всего 11. Количество погибших в этом 23-м году по сравнению с тем же периодом 22-го года на 34 меньше. Ну, то есть, как бы в коридорчике идем. Ну, и тут Хабиров не удовлетворился исключительно формальной цитатой и сводки ГИБДД и задал вопрос Клебанову. А мы когда там завершаем программу фонящих дорог? Вспомнили, на дворе середины ноября они, значит, дорожным строительством решили заняться. Клебанов так и заявил. Ну, до конца ноября что-нибудь там с этими фонящими дорогами вам расскажем. Хабиров, в общем, потребовал, чтобы в декабре было доложено о том, насколько не фонят теперь все эти фонящие дороги. В общем, конечно, на этом совещании вчера тщательным образом обходили стороной вопрос дорог, ну, и, соответственно, Башкира-Автодора, вот эту всю историю с арестом Ильдара Юланова. Чувствуется, что и Хабирова, и Клебанова, всех это очень-очень тревожит. Что же там расскажет этот самый Юланов следователям? И каким образом потом со всем этим делом быть, и как выкручиваться? В общем, напряжение, конечно, так ощущалось. Следующим вопросом на повестке оперативного совещания был вопрос о функционировании именных классов имени генерала-майора Шеймуратова в школах Республики Башкортостан. Докладчиком был новоиспеченный министр образования и науки Ильдар Мавлетбердин. Он бодренько доложил, что уже разработан некий ритуал торжественного посвящения в Шеймуратовце, разработан стандарт именного класса, и культ генерал-майора Шеймуратова решено практиковать уже с пятого класса, то есть с 12-13 лет, но только с добровольного согласия родителей детей. Тут у меня сразу вопрос к господину Мавлетбердину. Должно ли быть это согласием большинства родителей в классе, или это должно быть абсолютно полностью стопроцентное согласие, как в Европейском Союзе? Я очень хорошо помню, как трудно договориться о чем-то единогласно, ну даже в рамках коллектива родителей одного класса. Если найдется один против, это как, ребенка забирай и уходи, а мы тут все шеймуратовцы упоротые, или как вообще? Ну вот этот момент не пояснил Мавлетбердин, но поехали дальше. На данный момент в Башкирии уже 186 шеймуратовских классов, и в них обучается 3960 детей. В дополнение к общеобразовательной программе, во второй половине дня дети-шеймуратовцы стреляют из винтовок, луков, рассматривают специально отобранные фотографии о войне и генерали-шеймуратове, практикуют национальные танцы, борьбу на поясах, верховую езду и осваивают национальные промыслы. Вот такое вот дополнительное образование. Детей маркируют единой формой и отличительным нагрудным знаком, а еще им пошили папахи. Ну, того и гляди, раздадут шашки. В основе всего вот этого дополнительного образования военная подготовка для ребенка. Строевые занятия и стрельба. Это самое главное, что они там должны научиться делать. И главная идея шеймуратовских классов, со слов господина Мавлетбердина, это выращивание патриотов. Хабиров выслушал доклад Мавлетбердина. Непонятно совершенно, зачем делался этот доклад. Можно было просто справку предоставить главе региона, но тем не менее сделали. Резюмируя доклад Мавлетбердина, Хабиров посоветовал ему не гнаться за количеством вот этих вот шеймуратовских классов, а удерживать уровень качества. Вас никто не заставляет, напомнил ему Хабиров. Прямо скажем, весьма сомнительный тезис. И шеймуратовцы дети – это особый статус. В общем, есть ощущение того, что Хабиров тоже начинает уже сдерживать милитаризацию школ, понимая, что забежали уже куда-то совсем далеко за флажки. Далее заслушали доклад Александра Владимировича Клебанова Министерства транспорта и дорожного строительства на тему реализации мер по переводу транспорта Республики Башкортостан на газомоторное топливо. Но мы помним, как Рьяна Хабиров уговаривает все муниципалитеты, всех крупных собственников автотранспортных средств переходить на газ. Мы знаем, что времена у «Газпрома», прямо скажем, тяжелые. Продавать газ в Европу становится все сложнее, а то и вообще невозможно. Ну, естественно, газ нужно продавать внутри страны. Мы знаем, что в ближайшее время будет резкий скачок цен на газ для населения, потому что, в конце концов, кто же будет обеспечивать Миллера и его товарищей. И вот еще одна идея – это перевод транспорта на газомоторное топливо. Прежде чем начать обзор вот этого доклада Клебанова, я, как человек с высшим образованием в области двигателей внутреннего сгорания, хочу дать небольшую ремарочку. Во-первых, есть такой очень важный момент. Никто из серьезных производителей автомобилей в Европе, Америке и Азии не производит серийно газомоторные автомобили. Согласитесь, странно. Если бы это было круто, выгодно и технологично, тогда бы, наверное, ну, Хонда, Мерседес, Опель и прочие Шевроле, наверное, ставили бы на свои автомобили газомоторное топливо. Нет. Они не ставят туда это оборудование. Второе. С точки зрения двигателя внутреннего сгорания не доказано, что использование газа при работе двигателя безопасно для поршневой группы. Да, конечно, производители уверяют, что они смещают углы зажигания, что они оптимизируют сгорание смеси и так далее, но действительно абсолютно достоверных данных об этом нет. Это так, чтобы для понимания, что такое перевод на газ. Действительно существует некая экономия, порядка 30-40% на топливе при использовании газа, условно говоря, при тех же пробегах и расходах, но ресурс двигателя очевидным образом снижается. Но вернемся к докладу Клебанова. Александр Владимирович доложил, что за три года упорных действий по переводу автомобилей на газомоторное топливо ему и его министерству удалось перевести на газовое топливо только 2845 автомобилей. И вообще транспортных средств, не только автомобилей грузовиков, автобусов, автомобилей всего. Ну, понимая, что в республике около трех миллионов вообще-то транспортных средств, это довольно странная цифра. Клебанов рассказал, ну, каким образом они уламывают переходить на это газомоторное топливо. Они платят субсидию до 75% от стоимости вот этого газового оборудования. На легковой автомобиль Клебанов готов выделить от 24 до 75 тысяч рублей. На легкие грузовики от 43 до 86 тысяч рублей. А на грузовики и автобусы субсидия составит от 56 аж до 360 тысяч рублей. Ну, то есть, вообще вот это оборудование сейчас стоит от 100 тысяч для самого простого легкового автомобиля до 500 тысяч на большой грузовик либо автобус. Суммарно всего на субсидии Клебанов тратит около 90 миллионов рублей в год. Также Александр Владимирович сообщил, что приобретено 330 автобусов НИФАС, которые будут ездить на газу. И это тоже за три года. Всего в Башкир-Автотрансе 456 газовых автобусов. Ну, к слову, можно сказать, что вообще-то парка Баш-Автотранс составляет 1560 автобусов. И газовые автобусы составляют среди них только 25%. Всего же по Башкирии только 598 газовых автобусов. Все остальные ездят традиционно на дизеле или бензине. Клебанов сообщил, что в отчаянной попытке перевести массово на газовое, газомоторное топливо, был введен пониженный налог на автотранспортные средства, а именно скидка 50% на эти автомобили. Как бы, ну, заманивают как могут. А также в Республике Башкортостан сейчас построена 51 газовая заправка, а это второе место по количеству газовых заправок в Российской Федерации. И на будущий год планируют построить от 10 до 20 газовых заправок. Ну, вот такой вот доклад сделал нам Клебанов. По крайней мере, честно. Хотя бы он сказал, что у него ничего не получилось. За три года 2845 транспортных средств – это, конечно, капля в море. Хабиров, в принципе, так и понял. Дословно он среагировал на доклад Клебанова следующим образом. Я, конечно, хотел немного другое услышать. Лучше вы заслушать доклад Александра Шельдяева. Ну, действительно. Александр Шельдяев, министр промышленности, он у нас поубедительнее будет. Он как начнет лапшу вешать, как начнет байки рассказывать. У Хабирова прям улыбка до ушей. А тут, понимаешь, рассказывают о неудачах. Ну, очевидно, что ничтожные показатели в докладе Клебанова не могли впечатлить Хабирова. Хабиров в очередной раз посетовал, что муниципалитеты явно равнодушно отнеслись вот к этой грандиозной идее «Газпрома», значит, помочь ему «Газпрома» в эти трудные минуты и начать потреблять сжиженный газ для автомобилей. Ну, на самом деле, я повторю, здесь есть действительно резонные причины. Во-первых, у муниципалитетов нет денег на это переоборудование. У них зачастую нет денег даже платить зарплату своим сотрудникам. Кроме всего прочего, нет уверенности в надежности оборудования. У нас сейчас практически нет на рынке самого лучшего газомоторного оборудования из Италии. У нас есть какие-то разные собственные, как говорится, импортозаместители. Ну, и еще раз повторюсь, нет достоверного подтверждения тому, что ресурс двигателей и вообще конструкция автомобиля остается по-прежнему надежной после переоборудования его в газомоторное топливо. Завершил оперативное совещание ради Хабирова и вовсе как-то сумбурно. Сообщил, что едет скоро в Казахстан. Причем едет на машине. Что случилось у нас с авиасообщением между Башкортостаном и Казахстаном, совершенно непонятно. На чем там Ради Фаридович решил сэкономить и почему едет на машине, это опасно в такой период времени. Дорогой Ради Фаридович, купите все-таки авиабилет. Потом Хабиров вспомнил, что в Уфе, оказывается, сейчас формируется бюджет региона на 2024 год и окликнул Лиру Игдисамову. Ну, как там, дескать, идут дела. Причем назвал он Лиру Игдисамову Лилии Закировной. Лилии Закировной, все мы там подготовились. Ну, или уже началась какая-то деменция, ну, или начался процесс переименования Лиры Закуановны в Лилю Закировну. Ну, вот, очень странно. Министра финансов не помнить по имени, тут что-то какая-то загадка. Ну, впрочем, Лира Закуановна не обиделась на Лилю Закировну и с места доложила, что процесс идет, бюджет формируется. И рядом сидящий с Хабировым Толкачев тоже прохрепел, что рассмотрение бюджета начнется в госсобрании 24 ноября. Ну, на чем, собственно, завершили оперативку и с облегчением расстались. Напомню, что лица действительно были очень напряженные. Судя по всему, история с Башкиров Тодором не дает покоя многим чиновникам в правительстве, а уж как она беспокоит Хабирова, даже предположить страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова